Здравствуйте! Это программа «О земном и небесном». Поговорим сегодня о святом преподобном Сергии Радонежском. Почему его называют игуменом земли русской, чудотворцем и чем еще прославился этот святой, обсудим с заведующим музеем Бештогурского второфонского монастыря и радиаконом Иоанном Галомовым. Здравствуйте, отец Ан. Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры. Отец Ан, святой преподобный Сергий Радонежский считается чуть ли не самым почитаемым у нас. Почему? Если мы говорим о лице, об облике русской церкви в то непростое время, когда жил преподобный Сергий, а это XIV век, сразу же его имя, его облик предстает перед нашим взором. И здесь все очень просто. Имея характер очень смиренного, кроткого человека, он стал одним из самых почитаемых и самых известных иноков, монахов, игуменов монастыря того времени. Не имея опыта военного, он стал одним из самых известных защитников нашей церкви, поскольку, как мы знаем, именно на его долю выпало благословение князя Дмитрия Донского на решающую и определяющую победу в дальнейшем сражения на Куликовом поле с поучищами Мамая. Мы также знаем, что преподобный Сергий являлся чуть ли не родоначальником иночества на русской земле, поскольку именно от него, от его обители, Троицкой обители, пошло потом огромное количество учеников, которые также стали святыми и основали огромное количество монастырей. Действительно, XIV век, как многие историки говорят, это век Сергия. И Сергий Радонежский является одним из таких известнейших и основных святых нашей церкви просто потому, что он был простым человеком, с одной стороны, но определяющим саму историю и нашей церкви, и всего российского государства. Если можно, давайте немного подробнее поговорим о житве святого. Кем он был, с какой семьи и как проходило его детство? Он жил, переселившись в Радонеж, то есть недалеко от Москвы, вместе со своими родителями, Кириллом и Марией, до принятия монашеского пострига. Его звали Варфоломеем. И, как мы знаем из жития, из тех преданий, которые сохранились, самая известная история, и написано о ней очень много, это явление монашествующего старца, отроку Варфоломею. Потому что ему действительно не давалась грамота, не давалась учеба, и хотя он был из достаточно зажиточной и приличной семьи, это считалось неправильным, не иметь образования, не уметь читать. И отрок Варфоломей много просил у Бога помощи, за что и был вознагражден этим чудесным видением, как мы знаем, когда один монашествующий в видении. Возможно, что это было именно видение, когда ему дали кусочек просфоры, и возможность постигать грамоту, чтение. И он с того момента твердо решил посвятить себя Богу, потому что увидел в нем не только источник какого-то блага для себя лично, но и источник света, источник любви, которую он на себе и ощутил. И потому такое решение действительно в последующие столетия, и уже в наше время многие монашествующие видят и в своей жизни. Мы находим в себе какой-то определенный отпечаток божественной любви к каждому из нас за то, что либо в детстве, либо уже в сознательном возрасте мы просили у Бога, и Он нам это даровал. А о каких еще чудесах, происходивших уже потом с Сердием Радонежским, известно на сегодняшний день? Вот два чудных видения, что это за видение? Да, два чудных видения. И что интересно, эти видения в разное время, которые постигли преподобного, они были явлены ему не просто в какой-то определенный момент его жизни, но в момент особо тяжелого для него жизненного испытания. Когда он только начал строить монастырь, известный сейчас как Троица Сергиева Лавра, это же был не густонаселенный город, как сейчас мы знаем Сергиев Посад и вообще Московская область. Это были заболоченные места, в лесах которых жили дикие звери, и никакой цивилизации вообще речи быть не могло. И представляете, совсем юном возрасте человек, решивший посвятить себя Богу, не пошел в какой-то монастырь, уже действующий на территории Руси, но пошел именно в то место, где ничего нет, и где, возможно, его ждут какие-то испытания, скорби, болезни, и, возможно, даже сама смерть. И действительно ему было тяжело, и тут явилось чудное видение, как описывают историки, это яркий свет и огромное количество птиц. И голос с неба зазвучал, который сказал ему, что это все твои насельники, которые впоследствии, как птицы, разлетятся от тебя в разные уголки русской церкви, и будет основан не один монастырь. И, как мы знаем, действительно так и произошло. Другое видение, уже после события на Куликовом поле, постигшее преподобного Сергия, это явление ему Божией Матери с апостолами. И это тоже такое чудо было неспроста. Преподано преподобному Сергию незадолго до его кончины, но оно возвещало ему о том, что причистое рядом с ним. Она с ним даже беседовала. И даровала ему, открыла ему откровение о том, что действительно обитель, о которой он очень родил, и о которой он очень беспокоился, станет оплотом православной веры на Руси. Что, собственно, и произошло. Скажите, пожалуйста, оправдали, что при строительстве обителей Сергей Роданишский даже медведя приручил? Да, такая история тоже есть. Вот удивительно, строится монастырь, совершенно дикие звери вокруг. Там всего лишь два человека, и никого рядом нет, никаких населенных пунктов. И что удивительно, дикие звери не трогали преподобного Сергия, хотя, как повествует нам его житие, проходили мимо строящегося храма. Стоит еще вот о чем сказать, что чудеса при строительстве монастыря и уже при его основании происходили постоянно в жизни преподобного Сергия. Вот представляете, уже построен монастырь, с того момента сразу же начали приходить к нему люди, которые искали иноческого жития, то есть хотели стать пустынножителями или монахами, именно жить под руководством преподобного Сергия. Но он всегда говорил, мне легче быть простым иноком и послушником, чем игуменом, настоятелем монастыря. И только с благословения тогда известного нашего тоже почитаемого святого святителя Алексея Митрополита Московского преподобный Сергий принимает на себя этот подвиг. И для обители тяжелыми оказались времена, когда даже хлеба невозможно было найти и подать на стол братья. И тогда по молитвам преподобного и по общей молитве всех, кто жил в основанной Троицкой обители, люди начали приходить, селиться рядом. Потом мимо этого места прошел путь торговый, и, соответственно, монастырь сумел найти соответствующие пути решения проблемы с пищей, решения с какими-то другими проблемами. Потом обитель зажила, и даже по благословению митрополита тогда обитель стала принимать сирых, убогих, странников, больных людей по примеру известной тогда уже Киево-Печерской обители. Скажите, пожалуйста, а на какой год при жизни Сергия Радонежского пришелся рассвет обители? После Куликовской битвы, как мы знаем, когда преподобный Сергий дал князю Дмитрию двух своих иноков, которые некогда занимались военным делом, Александр Пересвет и Андрей Ослябе, конечно же, обитель стала известной. Но мы, однако, забываем о тех исторических фактах, что все-таки раздробленность на Руси еще не прошла. И преподобный Сергий, что еще удивительно в его жизни, был человеком, который мог помирить этих людей, князей, то есть найти какие-то общие точки их жизни, соприкосновения. И говорил все время, что они из одного рода, соответственно, не являются родственниками, так что негоже воевать. И об обители и о преподобном Сергии заговорили. Известное тоже предание такое, когда приходили к нему известные князья, зажиточные люди. Он трудился на огороде в простом подряснике. И никто не знал, что это Игумен, тот самый великий, о котором столько говорят по всей стране. И после Куликовского сражения, однако, иго не прекратилось, еще сто лет существовало, но именно это период рассвета монастыря. Потому что ученики преподобного Сергия, вот как ему и завещала и предсказала Пресвятая Богородица, разлетелись потом по разным городам и весям. И там основали монастыри, которые мы сегодня прекрасно знаем. Около 40 монастырей. И, как принято говорить, не было лампад в храме Святой Троицы, в обители преподобного теплились какие-то лучины. Однако жизнь и молитва, она горела негасимым огнем. Скажите, пожалуйста, а какие еще монастыри построил Сергей Радонежский? Монастыри построили его ученики, которые он благословлял строить. И если это были окрестности города Москвы или рядом с Троицкой обителью, он действительно присутствовал на чине их закладки, потом чине их освящения. Мы знаем, что по традиции церковной монастыри называют не только в честь праздника или события, в честь которого освящен главный предел, то есть сам монастырь, но и второе название еще в честь основателя этой обители. И таких монастырей у нас действительно много. К примеру, обитель в честь Спаса Нерукотворного, основанного в городе Москва преподобным Андроником. Он так и называется, Спаса Андроников монастырь. Или мы говорим о монастырях близ Вологды. Сейчас это Ферапонтов монастырь, Кириллоперилайзерский монастырь, Савино-Сторожевский монастырь. То есть те обители, основанные теми людьми, которые были некогда учениками преподобного Сергия. Стэциан, а о каких чудесах уже после смерти Сергея Радонежского доподлинно известны? Ведь, как пишут в источниках, он спасал даже храмы, монастыри, уже уйдя из жизни. Здесь вот что стоит сказать. Преподобный Сергий, когда мы говорим о его почитании, стал почитаем, конечно же, как и многие наши святые, еще при жизни. То есть к нему приходили не просто за советами, но и за исцелениями. И впоследствии мы знаем о том, что преподобный Сергий стал действительно символом для многих людей. Однако не стоит здесь забывать о том, что уже после его смерти, а это несколько десятилетий, уже говорят о его прославлении местночтимом. То есть сама канонизация проходила уже на Макаревских соборах знаменитых, при царе Иване IV, при митрополите Макарии. Однако за сто лет до этого события уже официально появляются источники о том, что он канонизирован, то есть он является святым человеком. И в наше время люди приходят тоже к нему, к его мощам, к его раке, неспроста. И вот несмотря на то, что храмов в Лавре, как мы знаем, много, это и Успенский собор, это и Надратная церковь, и Трапезный храм, несмотря на это, главным, конечно же, остается Троицкий собор, совсем маленький по своей площади, однако именно туда стекается огромное количество людей. И все рассказывают о чудесах, которые были явлены. Действительно, надо вспомнить еще и такой, может быть, незначительный эпизод, хотя о нем сейчас часто говорят, уже это несколько лет назад. Как мы знаем, в обители преподобного Сергия в монастыре существует и есть Московская Духовная Академия. И вот некоторое время студенты действительно нуждались, Академия нуждалась в ИТ, в финансовой помощи. И совершенно люди, незнакомые с жизнью преподобного Сергия, с его чудесами и вообще незнакомые с церковью, как таковой, привезли несколько огромных фур с едой, которые помогли и выручили духовную школу. Это уже настоящее время. Это ли не чудо в наших дней? Кстати говоря, мы не должны забывать, что наши чудеса и милость Божия по молитвам наших известных святых все-таки всегда проявляется в таких, может быть, незначительных. И нам кажется, что эти истории не надо афишировать, о них рассказывать, потому что они не заслуживают должного внимания. Но как раз и на этом зиждется наша церковь, на преемственности, в том числе на преемственности чудес и святости. Отец, я благодарю Вас, очень интересно. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю. Всего доброго.